Паника, вот паническая была. У того переплата, у того недоплата. Я им говорю, подождите, я сейчас позвоню и узнаю. Анна Колесникова, квартальная 82-го округа, за два дня приняла десяток звонков. Квитанции за газ принесли 25 декабря. И каждый увидел грандиозные суммы переплаты и задолженности. Например, Елене Масарновской к 4 тысячам по счётчику дополнительно начислили 1200 рублей долга. Ну, старшие люди, конечно, переживают, потому что они воспринимают это более напряжённо. Это для них, они на пенсии, пенсии у всех маленькие. Естественно, они сразу пугаются. Подобная ситуация коснулась всех потребителей коммунальных услуг Армавира, вне зависимости от того, живут они в частном или многоквартирном доме. Сотни звонков поступили и в администрацию города. Глава дал поручение отделу цен и тарифов разобраться в ситуации. Выяснилось, по устной информации о «Газпром Межрегион Газ Краснодар» произошёл сбой в системе на стадии распечатки квитанции. Но, насколько мне известно, что ситуация такая же не только в Армавире, а там, где работает именно эта компания, практически по всему Краснодарскому краю. Главный вопрос жителей – как поступить с этими суммами, чтобы не было путаницы и со следующими квитанциями. Задолжности серьёзные – от 700 рублей до 4 тысяч. Советую жителям города Армавира, добросовестным плательщикам, просто вычеркнуть сумму задолженности или переплаты и произвести начисление, как производилось ранее, по своему прибору учёта. Те плательщики, которые оплачивают «Газ» по нормативам, должны воспользоваться предыдущей квитанцией и оплатить ровно ту же сумму, невзирая на то, что указано в квитанции – переплата или же задолженность. Подобные сбои в системах происходят нередко. Отдел по защите прав потребителей рекомендует в случаях, когда сумму задолженности вызывают сомнения, прежде чем проводить оплату, проконсультироваться со специалистами. Ирина Рухлядко, Максим Котов, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.